всем привет у нас тут слегка как это правильно сказать экстремальненькая собранница на тему все ту же на тему программирования на языке программирования питон экстремальное она по причине того что вот у нас тут бегает наш оператор и монтажер виталий отмахивается от дыма экстремальная она по причине того что у нас тут пожарная тревога кто-то развел костерок неизвестно где видимо в системе вентиляции потому что дым подается в любую аудиторию а вот а мы значит да и на некоторое время отключали электричество сейчас его вроде уже включили вот поэтому мы можем продолжать нашу встречу прямо сейчас у нас сегодня тема довольно я бы сказал остроумная скажем так то есть остроумная в том смысле что да мы такие у меня тут сокращенец острит что суровые питончики готовы работать даже в горящем здании а значит тема остроумная потому что эта штука являющаяся по большому счету лишней в понятии алгоритмическая полнота итераторы не нужны тем не менее они очень даже нужны и встречаются гораздо чаще чем мы думаем вот особенно в питончике где для того чтобы воспользоваться итератором не нужно ничего вот на каком-нибудь java или даже все плюс плюсе в который ввели итераторы причем даже в синтаксис и плюс плюсе теперь есть да все равно для того чтобы соорудить годный итератор нужно немножко постараться правильный класс вытащить и все вот это в питончике итераторы в синтаксис и это как бы одна из один из бонусов который нам питончик с собой приносит вот я начнете я буду кашлять синеть и задыхаться валиться под стол знаете что у нас это из-за дыма который тут вот повсюду здесь очень красиво а мы мы про итераторы во-первых мы с вами уже знаем что есть такая штука как вычислимые последовательности да вот пример вычислимые последовательности у нас вы с вами был это рейдж да рейдж с одной стороны обладает всеми свойственными последовательности вот а с другой стороны элементы свои не хранит потому что потому что это всего лишь арифметическая прогрессия да тем не менее она индексируем и из нее можно сделать список но и так дальше вот кстати еще одна ошибка не является рейдж итератором давайте мы это удалим то некоторые не выдерживают я понимаю тем не менее встроенных итераторов питон тоже есть в количестве значит например любимый мною и в общем всячески пропагандированный штука под названием юнумерейт юнумерейт это вот какая вещь for и запятая в запятая в ин юнумерейт от ну допустим нет некрасиво в выборе принт ну допустим и запятая в вот юнумерейт это итератор который проходит вот эту последовательность и возвращает пары индекс значения индекс значения вы спросите почему бы не написать так for и in range вот лен ну то есть тут еще надо написать что-то типа лен вот а равно в том же самому да принт и запятая а и ты что я сделал неправильно где-то не закрыл скоб а где-то не закрыл скоб ну короче вот так вы спросите в чем разница разница как минимум три разница первая мне пришлось завести имя хотя скорее всего мы бы здесь тоже какое теме использовали но и тем не менее разница вторая первый синтаксис проще я просто меньше написал его приятнее читать разница 3 кто вам сказал что эта последовательность должна быть обязательно индексируем она должна быть всего лишь перечислим мы можем вот сюда в этот юнумерейт хоть бесконечную последовательность подставить кто мешает нам в цикле выводить и и от и до тех пор пока мы не посиняем или пока мы здесь не проверим и не сделаем брейк то есть вот эта конструкция более универсальная чем вот это потому что эта конструкция подразумевает что наша последовательность индексируем она не обязана быть индексируем и последнее отличие состоит в том что мы еще и операцию индексации не используем а вдруг она медленная то есть когда мы пишем юнумерейт мы говорим ей последовательность выдавай по одной штуке из себя это может быть гораздо быстрее чем обращаться к непосредственно как непосредственно операции индексирования таким образом на сколько-то процентов этот код еще и эффективен такие дела помимо номера это еще всякие zip и тоже прекрасная штука совершенно zip у нас склеивает n последовательностей длиной длиной к превращает в последовательность из ну короче в к последовательности длиной n это zip object вот смотрите у нас есть последовательности они одинаковой длины мы берем сначала нулевые элементы потом первые потом вторые потом третье ну и так до конца если длина у них разная видимо берется самый тонкий да то есть более длинный просто отбрасывается и то и другое является итератором и zip object и этот самый юнумерейт объект являются итератором то есть они поддерживают протокол итерации о котором мы будем сегодня говорить вот и то и другое как вы понимаете довольно удобный инструмент для работы в real life с последовательностями причем что тот что другой да здесь бесплатный индекс причем даже есть последовательность не индексированы а здесь такое вот перемешивание да такая фактически это же у нас что это у нас такая такое транспонирование она бы превращается в б на вот протокол интервью на последовательности давайте мы на примере того же zip а протокол интервью на последовательность очень прост ваш ваш объект должен иметь метод next вот вернее не это бла-бла-бла-бла ну два подчеркивания до подчеркивать для того чтобы как это принято в питоне генерализировать требования к протоколу какому-то протоколу в данном случае протоколу итерирования в питоне есть специальная функция next который делать примерно то же самое что сейчас произошло мы взяли объект о который являлся мы помним zip object и я утверждал что он является также итератором действительно он является итератором потому что у него есть метод бла-бла-бла-бла-бла-бла мы применили к нему функцию next он нам выдал первый элемент ну смысле нулевой первый второй третий и здесь пиво кубы здесь последовательность кончилась в этом месте в этом месте у нас вместо того чтобы выдать очередной элемент свалилось исключение стоп это рейш вот у последовательности в питоне есть одно забавное свойство пожалуй по моему всех последователей у бы у итераторов пардон после того как итератор кончился он кончился все что это что это значит а мы сейчас увидим что это значит но вот собственно о протоколе итерирования фактически все чтобы подтвердить свои слова что в питоне итераторы вообще повсюду я вам расскажу как на самом деле работает цикл for цикл for работает так вы говорите for дальше говорите список имен потому что не обязательно будет одно имя ну пускай будет одно там скажем о и дальше мы вы вы ему говорите какой-то объект ну допустим строка а он из этого объекта делает итератор проходит по нему next каждый получившийся с помощью next элемент связывает именем о ну это любимая моя функция painter вот и когда очередной next выдает стоп итерейшен for заканчивается это именно так работает ну вот прям вот ровно это и есть протокол итерируемой последовательности то есть всякий раз когда мы пишем for на самом деле мы пишем что-то в таком духе вот в этом случае for проверяет а вообще является ли вот эта штука итерируемой последовательностью как он это проверяет да очень просто он просто смотрит нет ли там метра бла-бла итер бла-бла он там есть я вангую это если у объекта есть метод итер значит она итерируемая из второго питона пришло еще некоторые легаси которые пообсуждали пообсуждали решили не отменять что протокол итерирования также позволяет делать итератор из последовательности у которых нету собственного метода итер но есть метод гитайте гитайте ну тогда мы будем просто от 0 до н идти то есть если у нашего объекта есть либо итер либо гитайте то из него можно изготовить итератор подсунуть его цикл for а цикл for будет этот итератор некстом проханить в случае если вы изготавливали его с помощью метода итер цикл for ждет на стоп итерейшен а если вы изготавливать с помощью китай тем он ждет бэд индекс или что-то такое я забыл сейчас сейчас узнаем индекс е то есть в действительности это именно так работает мы проходим мы мы берем изготавливаем итератор из последовательности жуем этот итератор некстами и когда следующий на что нам бросают исключение если это ожидаемое исключение вот такое ли вот такое for просто заканчивается так что итератор и в действительности нас преследовали самого начала нашей жизни с питоном да вот просто мы не знали проекта теперь знаем как самому сделать итератор а ну вот это мы уже проходили так что итератор можно сделать самому есть итератор можно сделать с помощью функции итер если у объекта есть метод итер если у моего объекта есть метод гитайте вот кстати сказать функции итер она хитра хитрая она может например конструировать итератор из функции и стоп значения то есть мы будем вызывать некоторую функцию до тех пор пока она не вернет стоп значения пока не вернул стоп значения будет итератор давайте так сделаем это довольно забавно for ну давайте так сначала импорт random random for in in делаем итератор из чего из мхай веточек итер функция random . random сейчас не random там надо она же никогда не примет правильное значение давайте давайте сделаем так лямбда лямбда random . run range от 10 только лямбда разумеется x вот они нет она же она же без параметров да а стоп значения выберем скажем 7 print n что сейчас произошло функция итер создала итератор то бишь объект позволяющий итерировать по нему next а из как я обещал мха и веточек значит в роли веточек у нас вы выступила функция random run range вот я ее обмазал лямбдой чтобы она всегда возвращала случайное целое число в диапазоне от 0 до 10 до 10 а в качестве мха то бишь чтоб значение выступил семерка как только эта штук стала равна 7 итератор закончился и вот она за random 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 удивительно что такая долгая последовательность вероятность довольно низкая вот потому что все таки одна седьмая на самом деле вероятность но вот так вот должно было быть на самом деле но но фишка стоит именно в этом мы буквально из ничего собрали нормальный такой итератор по которому прошлись он закончился тогда когда он закончил вот не знаю чем-то нужно в реаллайфе но выглядит прикольно согласитесь еще не все это еще не все места где используются итератор любая распаковка помните распаковка позиционных параметров функции распаковка при множественном связывании да вот вот это вот вот это вот на самом деле происходит точно так же помните я говорил что справа может стоять любая последовательность вот теперь мы можем с легкой с чистой совестью сказать справа может стоять любая итерируемая последовательность если из этой штуки можно сделать итератор то мы по нему пройдемся циклом и свяжем соответствующие имена соответствующими значениями именно поэтому когда здесь стоит сейчас давайте попробуем вот так сделать да значит единственное что поскольку мы не хотим чтобы в результате такой ошибочной операции у нас тем не менее какие-то переменные поменялись то есть какие-то какое-то связывание произошло то нам придется сначала распаковать и потом связать но тем не менее это используется вот а про работу цикл фор я тоже рассказал я даже больше скажу кэчоу в множественном связании тоже так же работает смотрите да помните что такое кэчоу это когда мы пишем а б запятая звездочка c запятая d равняется произвольные произвольная последовательность вот сюда попадает нулевой элемент сюда попадает первый элемент сюда попадает последний элемент сюда попадают все остальные что туман сгущается вот значит короче фишка тоже проходим а потом размазываем сюда так окей наконец мы дошли до вопроса а как же нам самому сам сделать итератор то как и там как самому сделать аппарат я очень люблю эту историю это из детского журнала чиж двадцатых годов там знаете были такие статьи как у взрослых как самому сделать ну допустим у не знаю там тележку вот а в детском журнале была статья как самому сделать аппарат и там дальше было возьмите консервную банку три метра веревки два ржавых гвоздя вбейте гвозди значит в банку с противоволожных сторон обмотаете веревкой значит теперь осталось смазать все это клеем и аппарат готов так и здесь как самому сделать а генератор но надо запустить циклический конструктор с другими скобочками аппарат готов смотрите ген равняется мою любимую и умножить на 2 плюс 1 for in range скажем от десяти для начала посмотрим кто он такой кто-то является ли он итератором ну такого нету давайте просто дир посмотрим от него но я гарантирую вам что является и next у него есть то есть он сам по себе уже итератор отлично давайте посмотрим next от ген мы собственно чего и ожидали обратите внимание на конструктор кстати от нужны ли тут скобочки я думаю что нужны да скобочки тут ножи их иногда можно даже опускать чем эта штука хороша вы можете в любую функцию в которой вы передавали раньше последовательность и эту последовательность руками делали например список забить на это и передать генератор смотрите что у нас там есть ну например сорти то есть мы передали функции сорти последовательность и эта последовательность была не хранимая это была вычислимая последовательность это вообще был генератор то есть штука которая с помощью next но которую когда ты ее проходишь когда ты ее проходишь выдает по одному элементу а сорти нам вернул нормальный список экономия места потому что если бы тут было не значит 10 а много-много нам бы либо пришлось создать хранимую последовательность в которой было бы много-много элементов либо значит использовать итератор обратите также внимание на то что вот эти скобочки я опустил они не нужны если это синтаксический сахар если вообще предполагается что однозначно можно прочесть вот эту штуку как генератор выражения то почему бы и зачем лишние скобочки писать вот эти такие дела что смотрите операции распаковки нету у нас функция сорти давайте ее почитаем видите да параметром параметром функции sorted является некий iterable это значит что то что вы ему передаете не обязано быть даже последовательностью не обязано быть в смысле индексируемой единственное что нужно от этого объекта чтобы он был итерируем чтобы из него можно было сделать итератор все дальше sorted сам разберется да то есть мы можем не тот же самый вот гитер вот random.random передать да только не бесконечно а да если если смотрите да можете но у вас кончится память он же это куда-то впихает в какой-то список да в какой-то момент этот список ну зашкалит вот да 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 ну давайте проверим что мы хотим сортит от итер ого вот это 1 7 так и 1 7 Однодесятая. А, ну тогда еще ничего еще. Вот. Значит, понятное дело, что как всякие конструкторы циклические, мы уже знаем, для списков, для множеств, для словарей. Вот теперь знаем еще и для итераторов. Как всякие циклические конструкторы выражения, разумеется, это не главный инструмент в питоне, а главный инструмент – это так называемый генератор функции. Генератор функции – фишка следующая. Мы с вами помним, что питон обладает некоторым надмозгом по анализу, синтаксическому анализу, хотя бы синтаксическому. Анализу содержимого функции. И это нужно для того, чтобы определить, что там с пространством имен, какие там имена глобальные, какие локальные и т.п. И сделать замыкание в случае чего. Поскольку питон все равно просматривает, синтаксически просматривает определение функции, мы можем ему сказать так. Знаешь что, а если у тебя в функции встречается оператор вместо операторный return, встречается оператор yield, то это вообще будет не функция, а именно что генератор функции. Как это выглядит? Дев генф от, ну, допустим, n, for in range от n, yield и. Что такое генф? Просто функция. Обратите внимание на то, что генф это функция. Что эта функция нам возвращает? Генф от, ну, допустим, 10. Упс. Если в определении функции встречается yield, а мы помним, что питон умеет такие вещи определять, ее синтаксическая роль у этой функции меняется очень сильно. Вместо того, чтобы возвращать, ну, что-то обрабатывать и возвращать одно значение, эта функция возвращает генератор из своего тела сделанный. Вот он. Ну, и я вонгую, что сейчас у нас будет 0. Ну, и так до 10. Жмак. То есть смотрите, что наличие оператора yield внутри тела функции превращает ее из функции в генератор функции. Снаружи этого не видно. Она как была функцией, так и есть. Просто она другое значение возвращает. Она возвращает генератор, собранный из вот этого тела. Вот. У людей, которые это видят в первый раз, немножко отъезжает крышка, потому что человек видит, где функция. Ну, думает, вот эта функция, она делает вот это. Нет. Генератор функции делает не то, что здесь написано. Генератор функции возвращает генератор, который делает то, что здесь написано. Вот. К этому надо привыкнуть, потому что во всем остальном абсолютно все тривиально и прозрачно. Да? Есть yield. Значит, у нас возвращаемым объектом является генератор, сделанный из этого дела. Кстати сказать, в дефе может быть, может быть, и return, return означает stop iteration. if i равняется, ну скажем, 5, return. Вот. Что там? Генф от 8. Ну вот он, собственно, дошел до 5, выпал по return, мы увидели stop iteration. Можно даже повторить это ручками, но, в общем, я думаю, вы мне верите. Все. Потому что это вот был вот этот return. Таким образом, мы можем написать совершенно произвольный генератор, определив генератор функцию, которая его конструирует. Вот. Для этого в ней надо, чтобы встречался, хотя бы один раз встречалось слово yield. Напоминаю, это, возможно, потому что питомцы все равно производят синтаксический анализ содержимого функции до того, как ее выполнить в момент определения. Вот тут в чатике Дмитрий Гаврин говорит, что по словам некого чувака по имени Алекс Мартелли Гвида просто не любит вносить новые слова в синтаксис. С одной стороны, конечно, да, а с другой стороны, мне кажется, что если нечто в результате возвращает функцию, то ничего удивительного, что это нечто называется оператором DEF. Проблема, то есть фишка состоит в том, что и обычная функция, определенная с помощью DEF, и функция, определенная с помощью DEF, внутри которой был yield, это просто функция. Да? То есть я здесь скорее на стороне Гвида, который не стал придумывать новое слово, например, ген, вот сюда, просто потому, что на самом деле это все равно функция. Чисто с точки зрения чисто синтаксических, не семантических свойств объекта. Ну, мало ли, что эта функция возвращает другой тип объектов. Ну, да, возвращает другой тип объектов. Вот. Хотя, как бы, правоту Алекса Мартелли можно тоже, как бы, он тоже по-своему прав. Но мне почему-то больше нравятся позиции Гвида. Про одноразовую последовательность. Помните, я говорил, что... Сокращенец немедленно спрашивает про многопоточность. Многопоточность будет в конце семестра. Точнее, не многопоточность, а синхронность. Но не сейчас. И да, она будет сделана ровно на этом. Так что вы правы, конечно же. Вот. Значит, одноразовость. Одноразовость, одноразовость итератора. Смотрите. Вот мы сделали итератор из чего-нибудь. Ну, не знаю, там. Вот есть строка. В конце концов, из нее тоже можно сделать итератор, да? s равняется строка. И равняется итератор от этой строки. Что такое итератор? Итератор, объект, поддерживающий протокол итерации. У него там next, 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 stop iteration. То есть, если мы сделаем, например, из него список, то мы получим сколько тут... Ну, короче, список из всех объектов, про которым итератор дошел. Да? Вот если я сейчас нажму enter, что будет? Вот. Почему так? Потому что наш итератор уже закончился. Он уже один раз выдал stop iteration. И фактически мы по нему собираемся еще раз проходить. Откуда ему-то знать, что еще раз по нему проходят? Мы пытаемся дальше по нему проходить. Ну, ничего удивительного, что он уже закончился. Это надо всегда иметь в виду, когда вы работаете с итераторами, как с объектами. Когда вы пишете что-то вот такое, вот такое, или вот такое, все путем, потому что этот итератор здесь же конструируется, и здесь же работает. Когда же вы храните итератор где-то отдельно, все время помните о том, что он вообще-то, с позволения сказать, просрачивается. Да? То есть мы по нему прошлись, он закончился. Вот. Это, так сказать, замечание в сторону о том, как это вообще нужно отслеживать. А как вы думаете, что именно она должна делать? Вот, допустим, у вас есть, ну, не знаю. Какой счетчик? Нет, но для индексируемого объекта просто счетчик на ноль стоит. Какой счетчик? Ну, для индексируемого объекта. Для индексируемого объекта ставить на ноль счетчик. Где этот счетчик берется? Смотрите, почти наверняка для эффективности даже индексируемый объект, итератор, делает без официальной питонной операции индексирования. Потому что так быстрее. Зачем нам заводить целый объект, по которому каждый раз ходить для того, чтобы выполнять индексирование. И так есть место в памяти. У кого-нибудь листа, да, есть место в памяти, по которому тупо проходить. Поэтому вот этот сброс итератора в начальное значение, это в общем случае неизвестно что. Есть такая интеграция? Нет. Нет, нет, нет. То есть, итератор, это итератор. Побежали, прибежали. Все. Вац. Любая попытка усложнить этот протокол приведет к главному, чего Гвида старался избежать. К утяжелению самого кода итерирования. А итерирование очень быстрая штука. То есть, вы ходите по итератору, и фор написан через итератор, именно потому, что итерировать по любой последовательности даже быстрее, чем индексировать, обращаться к отдельным элементам и так далее. Вот. Итерирование это про проход объекта раз в одну сторону. Да, да, да. То есть, если нужно куда-то поспрощаться. Строить индексированный объект или как бы программируйте еще более сложную логику, которая умеет туда-сюда ездить. Да? Вот. Потому что, ну, понятно, в реал-лайфе там в 80% случаев вам нужно пройтись циклом по вот почему-то. Вот. Вот, допустим, я делал функцию генератора. У него там подается список. Ну, сказать, и параметр. И я прохожу не инрэндж, а вот ин, это параметр список. Он хранится в атераторе. Даже давайте L в сколочке один зметочек. То есть, я не знаю, я не знаю. Я понял, что вы хотите спросить. Это, кстати, очень важный вопрос. Спасибо, что вы его задали. Я почему-то забыл про это рассказать. Про то, как себя ведет пространство имен и чем, собственно, итератор объект так сильно отличается от, собственно, функций как таковых. Давайте мы вот это уберем. А, понятно, он не умеет так. А вот так? О, вот так умеет. Вот. Смотрите. Поскольку у нас генератор функции возвращает, собственно, генератор, вот это L залипает в пространство имен самого генератора. И оно там всегда есть. То есть, ща, давайте. Я не уверен, что мы сейчас до него доберемся, но все же может быть. Ген равняется ген F от, допустим, Q. Ну, давайте посмотрим. Я, правда, не знаю, где это искать, но я точно знаю, что оно там есть. Да фиг знает. Тут его нет. Оно где-то внутри пространства имен, когда мы его вызываем. Но тем не менее, гидкод есть какой, G-Frame. Стойте, стойте. пространство имен, которые мы принесли внутрь нашего генератора-обжекта, где лежит это самое L равное кувырты. Вот оно. Прямо вот, да? Frame – это то, что называется контекст вызова. Чем отличается повторно входимая функция? Значит, что там еще? Ну, вот в данном случае генератор-объект, корутина и все остальное от обычной функции. Тем, что ее пространство имен живет не только во время вызова первого, но вообще до тех пор, пока мы ее не убьем. Наш генератор-обжиг существует, и в нем существует вот это L равное кувырты, да? Все то время, пока он есть, этот объект, ген. Даже если он закончится, пространство имен никуда... Оу! Ой, он закончился. И правда. То есть, все даже, все даже еще, как это, еще экономичнее. После того, как генератор схлопнулся, он еще и зачищается. У него вызывается метод close. Вы, кстати, сами можете взять его и закрыть, и тогда он помрет. У него есть метод close. Смотрите. сейчас. Что-то далеко ушли от основной темы, но это все равно полезно. И вот в этот момент этого close зачищается все то пространство имен, и в том числе вот этот самый вы, или кто там такой. Ну, короче, вот это. Я ответил на вопрос? Да. Вот. Мне говорят, сделайте функции ген в два цикла подряд. Зачем? Сколько угодно можно циклов подряд сделать. А вот утверждение, что после использования итератор становится бесполезен, да, это именно так. Но то он итератор, да, это одноразовый объект. Он живет на время его использования. Больше он никому не нужен. Новая интересная тема, такая подтемка, это Yield From. Yield From это фактически вызов одного из итератора и из другого, и в общем, ничего такого сложного в нем нету. Вот. А понадобится он нам на полную, когда мы будем говорить как раз про синхронность. про синхронные объекты, потому что там с помощью этого Yield From все будет моделироваться. Вот. Тем не менее, я обязан что-нибудь рассказать про этот самый Yield From. Давайте мы, наверное, прям ручками это сделаем. Дев первый итератор. Ну, допустим, от N. For in range от N. Давайте ради прикола еще сделаем принт первый итератор I. И Yield это самое I. Да? Ж. Вот это его работа. Принт. А это его возвращение. Делаем конструкцию Yield From. Дев Ит 2 от там мы Yield From Ит 1 от мы пополам пополам. Yield да. Yield вот. Yield From ну не знаю, что еще. Ит, вот не знаю. MNAT. Какая разница? Значит, формально это выглядит очень просто. У нас сейчас будет вызвано сразу сначала вот, ну давайте, да, лист от Ит 2, от, ну допустим, тех же 10. 0124, 0122, да, как это произошло? Мы вызвали Ит от 5, вот он, а потом Ит от 3, вот он. То есть, тот чувак, который пользуется этой последовательностью, он формально проходит сначала вот эту последовательность, а потом вот эту. Я не уверен в своих словах на 100%, но в, значит, навороченных языках программирования, вот такой Yield From приводит к тому, что нам вообще не нужно лезть в контекст вот этого Ит 2. Мы просто лезем в контекст Ит 1, нам возвращают эти итераторы, потом мы вывалимся в контекст Ит 2, нам говорят, снова Ит, но с другими параметрами, и мы опять сидим в контексте Ит. Вот. Ничего, кроме, ничего кроме того, что мы просто передоверяем вот эту вот генерацию элементов другому итератору, в операции Yield From нет. Это просто так работает. Вот. Зачем это может быть нужно в реал-лайфе, мы пока не знаем, хотя кажется удобной штукой. Иногда я даже это использую, вот, когда прям очень хочется. Ит. То есть мы бы здесь могли написать вот так, понимаете, да? for yield in yield yield, ну и то же самое здесь, да? for yield in yield yield. Но фишка стоит в том, что такое использование, то же самое, такое использование явно нам всасывает очередной элемент вот отсюда в контекст Ит 2, и дальше Yield его отсюда. А вот такое использование мы фактически в этом контексте бываем только три раза, когда войдем, после этого Yield, после этого Yield, чтобы выйти, все. А дальше мы смотрим именно туда, вот-вот, в Ит просто. Такие дела. Если мы чередовать хотим, то Yield фон нам не пойдет, да? Да, так. Если мы хотим чередовать, это как раз и означает, что мы ходим туда, что нам в наш текущий контекст нужно засасывать то одно значение, то другое. А это именно передоверение такое. Вот. Опять же, я сто процентов не уверен в том, что в питоне это реализовано именно так, но относиться надо именно к этому, что мы вжог, переключились туда, оттуда сочетали последовательность, потом вернулись на время в контекст внутреннего итератора, и дальше пошли к следующему. Вообще говоря, итератор может быть бесконечным. Зачем ему быть конечным? У него же next, 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 next. Мы в любой момент можем решить, что мы больше не хотим этого next. Смотрите. Итер. Ну что у нас там? Random? А. Смотрите. Итер. Спасибо. Я надеюсь, у нас еще целых полчаса, мы еще успеем поиграть в бесконечные итераторы, потому что у нас есть еще одна тема, но прежде чем будет еще одна тема, еще одна тема, еще более бессмысленная пока что с практической точки зрения, но на вот этом инструменте, так же как на инструменте YieldFrom, на самом деле накручиваются некоторое количество современных программистских технологий. Просто они более сложные и не имеют отношения непосредственно к синтекусу языка, поэтому мы их сейчас не рассматриваем. В частности, асинхронность, но поскольку асинхронность имеет отношение к синтекусу языка, мы ее в конце семестра рассмотрим. Эта штука называется параметрический генератор, но в действительности ее человек тут в чатике говорит, я сначала изучил Python, а теперь изучаю C, мне не хватает такого инструмента как DIR. Этот инструмент называется интроспекция, и если вам действительно надо много и адово программировать на C настолько, что вам понадобилась интроспекция, используйте библиотеку под названием GLEEP и вообще дисциплину программирования под GNOME. Там есть интроспекция в C, но это будут удивительно сложные объекты, и писать на Python гораздо проще таким образом. То есть, только если очень надо. Во всех остальных случаях все-таки программы на C, ну, как это, обычно все-таки пишется так, что всем понятно, что там внутри. Интроспекция в C это только в случае, если действительно сложный объект. Фактически, многие, когда смотрят на итераторы, на генератор функции, говорят слово корутина. Корутина, конечно, более сложная штука, у нас они будут. Но идея состоит в том, что действительно у нас есть какой-то объект, который вычисляет какой-то алгоритм, и при этом это повторно входимый объект. Каждый next, который мы здесь пишем, это вход в очередной контекст этого объекта и выполнение очередного кусочка, кусочка конь. Да? Ну вот, давайте. Просто, чтобы было понятно, что там. Угу. Угу. А, yield забыл. Ну, как-то так сделаем. Э, что-то было. Вот. Ничего интересного в нем нет, просто чтобы посмотреть, как это работает, да? Значит, G равняется ген от, скажем, 7. Вот, next от G. Вот. Это то, что он напечатал, а то, что вернул. Да? Там, рез равняется next от G. Вот. То есть каждый раз вот этот yield возвращает очередное значение, а потом мы прощелкиваем весь этот код. Вот, кстати, кто вам сказал, что yieldов в коде должно быть, должен быть один. Смотрите, можно тут написать yield 42. Бога ради. Ну, все же понятно. Да. Так вот, значит, параметрический генератор устроен таким образом, что у оператора yield есть возвращаемое значение. Если в вашей функции yield написан таким образом, что вы у него спрашиваете, чему равен результат, пришел человек и спрашивает, когда будет прокуроративный C++. Правильный ответ. Прокуроративный C++ есть. Уже давно. Если ваша функция написана таким образом, что вы из yield вынимаете возвращаемое значение, вернее, передаваемое, это не возвращаемое, это передаваемое значение. То есть есть возможность запихать внутрь нашего генератора объекта какое-то новое значение всякий раз. Очень простым способом сказать, а что тут yield нам показывает? И yield нам покажет то, что мы вот здесь вот напишем в методе send. Давайте это изобретем. Да, начинается вот синтаксическая конструкция, которая в конце концов понятна, как работает, но абсолютно непонятно зачем. Но опять-таки мы про это поговорим в конце семестра. Значит, про метрический генератор от какого-то там того же n. Давайте мы здесь напишем, там кажется первый должен быть, нет, все нормально. Что мы ему говорим? В обе, да. Мы туда передаем значение, а он его там обрабатывает. Да, сейчас так и будет. Смотрите, yield, ну, допустим, n, да? For in, for i in range от n. Res равняется i плюс yield, вот, допустим, i. А, нет. Res. О! Я не знаю, что это будет, но что-то будет. Так, где я был неправ? Так, где я был неправ? Вот так? Да, точно. Естественно. Иначе он, ну, понятно, yield просто… Да. Значит, что это за бредясины? Давайте посмотреть. Ну, скажем, от десяти. Бредовая ситуация ухудшается тем, что мы сейчас не можем делать next, не можем делать send. Мы должны первый раз его вызвать next. Нам некуда пропихивать это значение. Send мы можем делать только там, где мы один раз сделали yield. Поэтому первое, что мы делаем, мы говорим next от g. Этот yield сработал, нам вернули, нам вернули, значит, рез 10. А как? Что мы должны, куда денется то, что мы передали этим send? Ну, давайте еще раз. Нет. Мы находимся вот здесь. Мы еще этот yield не выполнили. Смотрите. g.send 100500. Нет, так нельзя. Еще раз. Как выглядит выполнение итератора? Который мы еще ни разу не запускали. Он начинает выполняться сначала, вот отсюда. Давайте, вот, давайте, знаете, что сделаем? Вот в этот парген ставим print. Так будет понятней. Вот сейчас, если я активирую этот итератор и скажу точка next. Ну, next. От g. Откуда начнется выполнение? Что сейчас будет? Сначала будет print. Если я написал бы здесь send, куда бы приехало то, что я туда написал? Никуда. Ага. Вот. Поэтому первый акт, первый этап это next, а вот теперь надо делать send. Если мы будем делать next, туда known будет приезжать и вот этот плюс у нас свалится. Да? А теперь будем говорить g.send. Сто пятьсот. Ну, send. Должна сама понимать, что правильно. Там, не знаю. Ну, короче, вы меня поняли. Вот. То есть, у нас есть какой-то кусок кода, который там потихонечку выполняется. Мы ему подкидываем дровишко. Да? Он их там, значит, переваривает эти самые. Да? И возвращает нам перевариванные значения. После того, как сделали первый next? После того, как сделали первый next? После того, как сделали первый next, потому что здесь нет синтаксического возможности это первое значение туда запихать. Негде это. То есть он сначала опихает, а потом забирает? Ну, смотрите. То, что мы пихаем сюда, приезжает из yield. То, что мы пихаем в send, приезжает в результате работы yield. Да. Здесь откуда его взять? Ну, мы делаем next, а потом делаем yield. Правильно. И поэтому, когда он сработает, только тогда приедет первый send. Давайте еще раз расставим места, где мы выходим из этого пространства имен. Вот мы вызвали первый next. Вошли вот сюда. Завели локальную переменную n. Написали print. Вызвали yield. Вывались из пространства имен, обратно вызыватель. Стоим мы вот здесь. Вызыватель сказал send. Send. Отлично. Сюда приехало 10. Положилось в рез. Запустился цикл. Вызвали yield. Стоим вот здесь. Что мы? Вот этот рез сюда приехал. Приехал сюда рез. Стоим вот здесь. Ждем конца yield. Пользователь сделал send 130. Сюда приехало 130. Мы прибавили к и... Ну и поехал, поехал. А мы можем next написать после known sender? Да, туда приедет known. Next это всего лишь send known. Ну, он здесь вот попытается сложить и получится синтаксическая ошибка. Можно делать то, например, send known? Думаю, что да, кстати. Давайте попробуем. Я думаю, что да. Да. Вот. Такой вот у параметрического генератора непростой протокол. Вот. Давайте задумаемся, как это сказать, на будущее. Для чего нам вообще такая, ну, действительно причудливая конструкция может быть нужна. Представьте себе, что тут внутри лежит некоторый код, которым вы управляете. То есть, это логика, которую вы выдаёте команды. Командуете ею. Вот вы запустили ваш процесс, а теперь командуете им. Сережный генератор? Да. Так они все так и написаны. Да? Ну, только на осинке. Но осинка-то такой генератор, но мы это увидим. Но, правда, не сейчас ещё. Вот. Короче говоря, вы запускаете ваш процесс, а потом передаете ему данные. Запустили процесс, он вам рассказал что-то, например, свои параметры, ещё чего-то. Вы воспользовались ими, и давай его кормить данными. А он там себе сидит их и перерабатывает. Такая вот парадигма, да? То есть, относитесь к параметрическому генератору, как к такому управляемому процессу, который вы с помощью Next первый раз запускаете, а в остальные разы с помощью Send передаете ему всякие данные. Я могу ещё раз вот, если у нас, например, три Yield, он возвращает тот Yield, который последний выполняется, да? Ну, в смысле, каждая операция Yield, каждый оператор Yield приводит к выходу из пространства имён, из контекста выполнения, и то, что у вас написано в качестве операнда этого Yield, приезжает к пользователю. Дальше, пока вы не скажете Send или Next, мы не вернёмся в контекст выполнения. А когда мы вернёмся, мы возвращаемся аккуратно вот в это место, ну и продолжаем дальше. А вопрос в чём? Три их там, два, один. Да не в предыдущий. В тот же самый. Ещё раз. Где мы выпадаем из контекста вычислений? Вот мы начали вычислять, вычисляли, вычисляли, вычисляли. Начали вычислять Yield. Выпали из контекста вычислений сюда. Да. Да. Вот сюда? Если проходит подальше и берётся Yield и следующий. Ну это я так код написал, потому что здесь рез и здесь рез, да? Вас вот это смутило? Нет, нет. Да-да. Давайте переделаем, чтобы вас это не смущало. Да. Да-да-да. Оно возвращается Yield. Ну, короче, мне кажется, что мы сейчас только запутаемся, потому что в действительности в этом нет абсолютно ничего противоестественного. Да? Можно просто сделать три дела подряд? Можно сделать три дела подряд, пожалуйста. Можно даже пустой. Зачем нам это, да? А равняется Yield 1. А плюс равно… Ну, принт А, да? А равняется Yield 2. Принт А. Принт А. И А равняется Yield 3. Принт А. Так? Последний вызов 2 раза появится А. Что? Нет, погодите. Что значит 2 раза? Эй. Смотрите, мы сейчас сделаем next делаем. Что? А, да. Забыл. Принт КУКУ. Принт КУКУ. О! Отлично. Г равняется Ген. Next от Г. КВЕ. Да? Все как по писанному. Выполнили КУКУ. Выполнили Yield. Туда вызывателю приехала единица. Говорим. Г. Г. Сент. КВЕ. 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 В А приехала КВЕ. 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 Мы написали КВЕ. КВЕ. Дошли до Yield 2. Вернули 2. Я говорю, ничего сложного на самом деле. В действительности совсем ничего. Он вот ровно то делает, что здесь написано. Г. Короче, мы сначала отправляем, потом получаем. Г. 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 Нет от того же. Почему от следующего-то? Г. Г. Кончайте, короче. Г. 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 я не смогу сказать центом будет чтобы ты раньше он же или он же вот здесь вот политюрну вышел смотрите сделал сделал вот этот последний принта он произошел а потом стоп это решен как у всех людей все-все в интернете закончилась все нормально да вот значит советую с этим смириться и в общем как это сказать прочувствовать как это работает потому что повторяю это не только сенка 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 мы проходим исключительно потому что он есть питанием синтексе на самом деле вот на этом шаблоне основа довольно много разных шаблонов программирования вот именно вот на пропихивание значений в существующий контекст вот а теперь последняя тема на которой у нас есть целых 15 минут а тем абсолютно бешеные это модуль и тертулс в питании у человека скажем так соответствующим складом ума после встречи с модулем и тертулс развивается пагубные для питона страстишка писать все программы в строчку потому что мы с вами помню что программы написаны в функциональном стиле можно написать все строчку здравствуйте липс лист скобочки схема вот это все и тертулс вкупе с имеющимися уже в питоне функциональными элементами и модулем фанкт улс позволяет на питоне писать чисто функциональные программы читать их невозможно писать можно читать мне вот потому что питон не приспособлен для написать для программирования в функциональном синтезе а вот поддержка вся есть кстати я забыл сказать что есть еще метод фильтр ну скажем ну сейчас поправим на что-нибудь это разумеется итератор потому что он не универсальный итератора специальные запрограммированные на си еще быстрее работает обычно такие штуки бывают когда кусок кода запрограммирован на си они на питоне вот но это так сказать в самом питоне а вот вы тертулс так вы чего чего в принципе конечно чтение вслух одно чтение вслух вот этой таблички ахелл по поэтертулсу доставляет эстетическое удовольствие потому что мы понимаем а сколько всего можно сделать с помощью эту безобразие ну например сгенерировать итератор который нам будет бесконечную арифметическую прогрессию итерировать такой рейдж только не раньше в том что он бесконечный 20 это бесконечной последовательностью можно запихать в цикл и ждать пока не заржавеет компьютера можно в каком-нибудь месте просто проверить что она закончилась мы много чего можем написать просто так я кстати не уверен что я не уверен но но не исключено что многие из этих функций написаны носить для быстроты вот и тогда это конечно ну как бы нам не нужно все вот эти арифметические штуки на питоне делать нам сразу будут готовые объекты возвращаться цикл бесконечное повторение вот этой последовательности репит бесконечное повторение или конечная n раз повторение одного элемента мы конечно же можем сделать мы можем сделать вот так вот да только будет 100 элементов памяти занимать мы безусловно можем написать вот так да там только это было слово рейдж конечно если кто не узнал слова рейдж правильно сделали не было сложно узнать но это она вот мы можем с этим вот так и это будет прочти же почти то же самое что и тортуз точка репит что там 100 100 раз и то и другое специальный репит обжиг смотрите вот но этот конструктор он более универсальный а это прям вот пить и нам репит и 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 вернул интересно зачем ну давай да сделать что лямбда функцию yield думаю что нет потому что yield не является арифметическим выражением но могу соврать компьютер под рукой почему спрашиваете у меня нет нельзя вы могли бы сделать то же самое вот а значит ну дальше больше дальше пошли более интересные штуки более интересные штуки это например склеивание итератор вы передаете методу чейн несколько итераторов а он возвращает итератор по ним который сначала элементы первого возвращает потом второго ну и так дальше идея состоит в том что все это не нужно хранить это будет просто итерируемый проход по очереди по всем склеиваемым нашим последовательность вот более того вы можете передать ему одну последовательности последовательности и тогда у нас будет специальный метод chain from iterable который видите вот тут их надо несколько штук передать а тут вы можете последовательность последовательность передать а он их склеит в одну вот у нас есть последовательность последовательности а он их склеивает довольно удобная штука кстати дайте чуть такое извращенное типа range под и да и плюс 10 for и in и in range под ну скажем 5 давайте так сделаем да вот теперь давайте сделаем что там ручейн до iter tools tools . chain вот ну понятное дело это итератор давайте посмотрим что в нем лежало а да 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 правильно спасибо чем точка from it вот ну дальше больше что у нас еще интересного есть компресс выбирает да у нас есть последовательности маска если маска истинно то соответствующий элемент попадает в если можно не попадает drop while отрезает голову списка все кто учил схему на слове головы сделали стойку то есть он убирает выбрасывает элементы до тех пор пока они вот этому предикату соответствуют а как только они перестают соответствует предикату начинает возвращать остаток хвост последовательности вот фильтр false работает так же как фильтр который мы смотрели только фильтрует когда предикат равен false а не true грубой очень приличный очень прикольная штука сейчас смотрите грубой значит сначала сгенерируем элемент последовательность к у которой есть чего группировать ну скажем и остаток отделения на 3 for и in range от ну скажем 13 до последовательность она же может быть и такой да значит и тертулс и тертулс тулс . грубой всю эту фигню но это понятно да то это сделать ими сделан из нее список и он говорит нули единицы двойки тройки четверки ща а это что это видимо итератор какой-то да ща первое да вот давайте от него сделаем лист и посмотрим что в нем лежит нам должно быть три нолика что ли нет ща вообще-то они все пустые что-то я не то сделал а давайте посмотрим документацию здесь ничего не помогает а почитайте документацию нет по идее мы правда то есть мы пойдем все правильно сделали он должен должен выводить здесь последовательность этих элементов по этому ключу то есть общий ключ дальше элементы и дальше он эту последовательность можно добавлять ну ладно бог стану странно что не получилось должно было получиться что я сделал не так по идее он их должен был сгруппировать сначала нолики потом единички и так дальше возможно возможно здесь должен быть где тут грубой возможно надо было делать вот так вот ну-ка ну не знаю почему пустой ладно слышите не будем тупить да в общем это самое не самая простая действительно штука я забыл сказать что есть еще одна функциональщина в этом самом в базовом питоне это функция map она делает то самое что делает map в функциональных языках программирования а именно применяет вот эту функцию ну не знаю абс например ну абс да абс да к вот этому вот не ну понятно что она делает применяет функцию к последовательности что быстрее так или только скорого ну рыч конечно быстрее а map и map map или циклический конструктор не знаю померьте по идее по идее map должен быть быстрее потому что он там вот это применение происходит без интерпретатора питона по идее должно быть map быстрее именно поэтому возвращает map object а не просто какой-то абстрактный генератор для тех кому хочется передать сразу сразу вот сюда вот последовательность есть star map речь идет о том что у вас map будет применяться к распакованной последовательности то есть если вы хотите применить map к последовательности последовательности вот как здесь да пов 2 в 5 3 в квадрате то вам придется применять именно star map чтобы пову передавалось не кортеж 2 5 а 2 и 5 ну вот как здесь написано вот take while такой же как как drop while только take while это выделение головы списка и отбрасывание хвоста очень милая штука но опасный под названием t что она делает из одного генератора нет чайна не делает тут другая буква из одного генератора она их делает несколько одинаковых и это вообще говоря не самая простая штука как кажется потому что генераторы одноразовые а тут они могут быть двухразовые трехразовые как питание великолепное трехразовое питание понедельник среда пятница давайте сделаем генератор какой-нибудь итер от строчки ну да и если этот итератор от строчки мы сейчас пройдем один раз второй раз он не не повторится да помню он заканчивается но мы можем сказать итертулс итертулс точка итератор от этого самого и но и скажем в три штуки из них сделать и один и два и три и внезапно каждый из них сработает по разу это не бесплатно в действительности все три последовательности приходится хранить в памяти частично ну точнее там так вот тут есть даже реализация с помощью очереди может не посмотреть на досуге идея вот этого разветвления состоит в том что мы проходим по всем последовательностям и закладываем их элементы в очередь а потом из этой очереди их вынимаем в тот момент когда значит пользователь захочет соответственно если мы сделали т и потом просмотрели сначала первую последовательность всю потом вторую всю потом третью всю все три последовательности целиком лежали в памяти к сожалению а вот если мы сделали т а потом из этих последовательности по очереди чего-то вынимали возможно нехилая оптимизация понимаете да разницу да а если итератор не от контактного объекта итератор вообще-то от итерируемого объекта или что-то не понимаю как список а без разницы вопрос в чем итератор что ну а что почему не сделать итератор от рэнджа да все тоже а вы прорезли про реализацию этого самого ти 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 хранит да значит ти поскольку ти эта штука которая берет три итератора и дальше обеспечивает их выдает но на ту сторону три итератора она обеспечивает именно что хранение всех элементов в очереди и это никак не как бы не проверяется в действительность то что мы вот этот итер был который мы передали может быть он у нас индексируемый и его хранить не надо да то же самое а вы хотите сказать что в этом случае мы неоправданно увеличим расход памяти да увеличим нет ну да смотрите только не совсем весь всякий раз когда мы ходим к вот этому гену да мы будем вынуждены вычислять следующее значение у нас нет возможности нет возможности взять и волшебным образом распочковать один и тот же итератор да но мы все равно должны ходить к его значениям поэтому да будет будет единственная наша выгода от использования вот этого t состоит в том что если мы по очереди будем брать из этих итераторов то эта очередь никогда не будет слишком большой мы будем с одной конца добавлять а с другой конца снимать вот вот это окошко между да 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 и вот эта вот штука вот если она она близко друг другу то у нас памяти мало тратится если мы сначала прошли всю одну последовательность то фактически мы набили всю очередь ну да значит я обещал пять минут осталась одна но в принципе там все что осталось это комбинаторика комбинаторика это вообще просто песня она же сказка но она правда самая простая да что у нас там ну продукт это просто декартово произведение сейчас много будет ну да лист понятно да все возможные наборы всех возможных ну как бы вариантов продукт продукт и это можно было написать с помощью трех вложенных конструкторов фор там и и ну короче и жк фор и инкве форжи инсвр вот такой вот написать да ну продукт разумеется красивше и короче вот но помимо продукт есть еще перестановки цзн пока да нет это айзен пока цзн пока это комбинаторы эти самые сочетания да ну а почему нет тюплы дешевле всего тюплы дешевле всего списки дороже ну и они бы быстрее работают вот это все нам же не нужно вот столько данных которые потом будем модифицировать а если нужно возьмите пройдите по ним итератором и преобразуйте в списке так что какие проблемы ч ч ч лист от чего вот да да кстати с помощью map отлично идея лист на итертулс да пожалуйста вот значит ну и да и всякая прочая комбинаторика что у нас там permutations перестановки да ну конечно лист все перестановки перестановки с повторяете самые сочетания сочетания с повторениями ну все как у людей короче что там сочетания комбинации с комбинации с по три и сочетание с повторением все мне кажется это вся тема на сегодня я думаю что я думаю что мы как раз сейчас дайте посмотрим вдруг я где-то соврал нет а еще слайсы ну сейчас это быстро извините значит я забыл про вот такую штуку как и zip и слайс и прочие штуки но и zip уже никому не нужен правда zip longest есть да помните zip он выбирает заканчивается когда у нас одна из последователей закончилась а zip longest подсовывает туда кажется ноуны или то что мы туда засунем fill value пока самый длинный не закончится но самое забавное из этого из этой серии это и слайс это слайс ну слайс помните да под последовательность последовательность только итератор например можно сделать слайс от бесконечной последовательности вот ну вот такое сокращение тут говорит про первое использование нет смотрите с t все сложнее я правда советую почитать код он не сложный да это имитация того как на самом деле используют реализован t t использован более реализован более хитро но идея именно в том вот вот что там эта очередь потихонечку подсовывается ладно значит вот на этом точно все кстати и слайс тоже так работает да чудес не бывает если вы хотите взять под последовательность последовательность а последовательность оставить целый и невредимый где-то нужно лежать должен лежать соответствующий кусок данных все вопросы значит на вопрос сокращаться я быстро ответить не смогу видимо надо смотреть в код и разбираться еще вопросы есть если нету тогда всем спасибо что были с нами в это экстремальное время нелегкое вот я надеюсь что больше костерок не будут разводить у нас вот это лишнее никому не было интересно вот спасибо тем добрым людям которые все-таки дали электричество вовремя вот в следующий раз у нас что-то веселое у нас теперь все время будет только веселое нет не сюда а вот сюда и следующий раз мы разбираемся в питоне с объектами да там все как обычно очень просто эванс потому что в питоне все просто но это иногда это такое место у которых от которого фанатов все плюс плюсы начинает нехило подгорать надеюсь мы этого избежим все всем спасибо до новых встреч и я надеюсь что в следующий раз мы начнем вовремя и и и Продолжение следует...